Чем больше информации, тем больше вопросов. И это нормальный процесс. Мы рады помочь, когда вы хотите что-то уточнить и узнать больше. Здравствуйте, с вами канал NT Review и Леонид Пащенко. Как всегда, вспомнил, что у нас еще больше информации можно узнать на площадках в Дзен и ВКонтакте, а в Телеграм на все наши события, то есть видео и статьи, есть самые оперативные анонсы. Подписывайтесь по ссылкам в описании, это удобно. Как вы, думаю, догадались, сегодня я попробую ответить на несколько типичных вопросов из комментариев к нашим видео. Обычно я там и отвечаю, но потом спрашивают что-то похожее снова, поэтому решил все это вынести на широкую аудиторию. Ну и так, какой недорогой CD-плеер посоветуете для подсрапанных дисков из 90-х годов? Спрашивает Александр Жданов. Для проблемных компакт-дисков рекомендуется модель проигрыватель с упреждающим буфером. Это такая память, в которой записываются данные с диска с некоторым запасом по времени. И процессор с проигрывателя обращается не к CD, а к этой памяти. Обычно буфер применяется в портативных и автомобильных CD-плеерах, потому что там постоянная тряска, вибрация, и они не дают корректно считывать информацию напрямую с диска. Так что накопили информацию, упорядочили и прочитали. А если есть проблемы с этой информацией за царапин и потертости на CD, то процессор может восполнить ее, применив различные алгоритмы. Интерполяцию, экстраполяцию, среднюю скользящую. В общем, если коротко, то он разными способами вычисляет максимально близкие значения к пропущенному участку. И это на слух даже иногда незаметно получается. В стационарных моделях предпочитают повышать точность самого привода, но есть устройства с буфером среди стационарных моделей, и они у нас тоже были в обзорах. В частности, бренд AudioLab специализируется на таких транспортах. Они берут выгодный по себестоимости привод, зато накапливают информацию в буфере, и с них же очень точно работает процессор. В том числе и исправляют ошибки, если они есть. Ну а потом выводят это все на внешний ЦАП. Самый недорогой у них это AudioLab 6000CDT. Хорошая модель, кстати. Классом выше 7000CDT и 9000CDT. Это топовый аппарат у бренда. Так, следующий вопрос. «Нейм Юнити Стар потянет 702 колонки?» Спрашивает Мэд Мокер. Надеюсь, я правильно имя прочитал. Я так понял, речь идет о напольниках Барусон Вилкин 702 S3. Честно говоря, я сам не подключил этот аппарат к ним, но можно воспользоваться методом аналогии. Насколько я помню, у Юнити Стар для 8 Ом выходная мощность 2 по 70 Вт. Ближе всего из того, что я пробовал, будет Ротел С14. Это 80 Вт на канал. Но он, откровенно говоря, с 700 ТРМ никак не хватило его. Пробовал Ротел 1572 МК2. 120 Вт на канал. Играет, но недостаточно выразительно. Подключил Мичи Х3 С2. Там по 200 Вт на канал для 8 Ом. И вот это было попадание в точку. Прямо родной по звуку. Но это сугубо мое мнение. Ни в коем случае вам не навязываю. Решил попробовать чистый усилитель мощности. Ротел РБ 1582 МК2. Тоже по 200 Вт. Играет очень хорошо, уверена. Но после Мичи мне выразительности уже не хватило. Ну, разные классы все-таки. Так что с 700 ТРМ заиграли аппараты в два раза с лишним мощнее исходного. У НЕМ есть достойные модели такого уровня. Можете выбрать. Можете посмотреть и другие варианты. Вот тут были подсказки. Но это уже как решите. Еще вопрос. Если подключен ноутбук проводом. Тут речь идет о Ротел 14 поясню. Будет ли он виден в приложении. И можно ли запустить с ноутбука через Chromecast. С общими фразами. А конкретно как запустить. Это спросил Сергей Яковлев. К сожалению не сказано какая операционная система. Поэтому отвечу сразу для всех пользователей. При подключении ноутбука кабелем через USB-B вход. С 14. Мобильное приложение Ротель просто не нужно. Вы управляете программным плеером на самом компьютере. Зачем еще телефон лишний. Вам необходима программа которая умеет выводить сигнал на ЦАП напрямую. Минуя обработку внутри компьютера. Для macOS рекомендую Audirvana. Сам пользуюсь. Сравниваю с популярным Vox. Сигнал от Audirvana лучше даже на слух. И для маков не нужен специальный драйвер. Система и так видит ЦАП усилитель. А вот для Windows надо скачать драйвер на сайте производителя. Без него операционка будет резать разрешение. Насколько помню он до 24.96. Из программы рекомендую знаменитую бесплатную Fubar 2000. У него масса настройок и плагинов. Но придется очень сильно повозиться чтобы довести все до ума. Но оно того стоит. Более того надо залезть в настройки самой системы. И там еще выставить нужное разрешение для внешнего ЦАПа. А то не получится нужного сигнала. Не любит Microsoft аудиофилов. Но и не любит. То есть через Chromecast с ноутбука можно выйти на S14 двумя путями. Первый это если у музыкальной программы есть специальный значок Chromecast. Нажимаете, открывается список доступных устройств. Выбирается ваше устройство и слушаете. И второй универсальный вообще для всего и всех совместимых устройств. Можно хоть видео на телевизор отправить. Открывайте вашу музыкальную программу. Любую. Тут даже старый добрый винап у вас заиграет. Затем открывайте браузер Google Chrome. У него на панели сверху справа должен быть аналогичный значок. Либо нажимаете кнопку с тремя точками. Тоже вверху справа. И в меню находите трансляция. И там в подменю сначала смотрите настройки источников. Надо выбрать экран, а не просто текущую вкладку. Это значит будет транслироваться любая информация из ноутбука. А не только из браузера. И снова находите ваше устройство и подключаетесь. Леонид, здравствуйте. Очень важный, приоритетный для меня момент. Это работа как предусилителя данного аппарата. Тут я поясню, что речь идет о Tiago D701N. Видео хоть и есть про это, но все равно хочется убедиться, полноценен ли он как предусилитель. Вот я владею Audiolab 8300 CDQ. И это все-таки компромисс. Как пред он не выдающийся. Хотел бы аппарат 3 в 1, но чтобы и пред был хорош. Мощник ProSound A23+. Вопрос задает пользователь Quarash и сил. Да, Tiago D701N это самый настоящий предусилитель. Если у его коллеги по серии в RDS701 скорее регулируемый выход, хотя и очень продвинутый, то здесь все по-взрослому и аппарат может работать с усилителем мощности очень высокого класса. Насколько я помню, у Parasound A23+, есть аналоговые XLR-входы. Значит, можно предположить, что эти устройства очень хорошо сработаются. Надо пробовать. Вот еще вопрос. Как он будет играть с колонками Canton GLE-90? Он это Rotel S14. Спрашивает Мак Намедов. Я сколько не слушал в Rotel S14, и всегда мне казалось, что он лучше всего себя проявляет с сопоставимой полочной акустикой. А тут у вас мощные напольники. Скажу честно, S14 тут мало. Стоит подождать его старшего мощного брата, Rotel RAS5000, с практически таким же функционалом. К тому же у него еще есть HDMI-вход для телевизоров. Но тут же надо смотреть на совместимость по подаче, так что лучше сначала проверить, насколько они подходят по характеру друг к другу. Вот под ваш персональный вкус. Следующий вопрос. Для этого контента качество охватит с запасом. В той же роли можно использовать смартфон или компьютер, подключившись к кабелям. И третий вариант. Приобрести стример, который, помимо прочего, поддержит Chromecast. Про это сейчас уже был похожий вопрос. Озвучился конкретный аппарат, но я же не продавец и постараюсь сэкономить ваши деньги. Если у вас уже есть усилитель с ЦАПом, то закажите Android TV приставку. Главное, чтобы у него больше одного USB выхода было. И для Яндекс.Музыки, где всего 320 кбит в секунду, этого более чем достаточно. Цена вопроса, ну, от полутора тысяч рублей. Но если вам потом сервис звук понадобится, Кобас, другие сервисы, то лучшие все-таки стриминговые проигратели. В наших условиях Chromecast почти всегда вручает. И вообще, это стандарт передачи сигнала вызывает особый интерес, судя по вопросам. ЦАПы у CD-проигрывателя и у стримеров 700-й серии одинаковые? Спрашивают адрес ника. Не знаю, одинаковые лицапы в аппаратах ТИАК ВРД-701 и УД-701Н с точностью до единой детали, но одинаковые по сути. В обоих случаях там программируемая в ПГА-матрица на основе чипа от Зайлингс. На фото со снятыми крышками, да, очень все похоже. Звуковая подача тоже близкая. То есть уровень практически тот же. Идем дальше. Доброго времени суток. Ротель А1 с МК2 сыграется с Дали Аберон-3. Спрашивает Антон Ящук. Да, характеристик мощности у Ротель А1 с МК2 хватит с запасом. Равно как и у его полностью аналогового собрата А10 МК2. По звуку лично мне сочетание этих брендов нравится. Очень музыкальное, комфортное. Ну и в близкой ценовой категории, кстати, выступают. Так что рассмотреть этот вариант вполне можно. Смотрим дальше. Есть ли похожая модель с прямым приводом? Это был вопрос про Teac TN-180BT-A3. Если речь идет именно о продукции Teac, то с прямым приводом у компании есть только модель Teac TN-4D-SE. Но она выше по классу, качеству и, соответственно, по цене. Но это уже хорошая меломанская вещь. И этот аппарат только аналоговый. Хотя в продаже может быть где-то еще есть предыдущая версия Teac TN-4D. С аналогово-цифровым преобразователем и USB-B-выходом, если вдруг вам это важно. А если нужна модель с Bluetooth, как у Teac TN-180BT-A3, да еще и с прямым приводом и недорого, то вот так ничего найти не получается. У бренда Lenka припоминается модель L3808. Броская такая, диджейского вида, но у нее только цифровой выход без Bluetooth. Но это уже немного другая концепция, тут уже что больше вам нужно. Вот тут такой вопрос утверждения. Усилки на Encore в принципе хорошо играют. Но акустика не всякое подойдет. С Барусом Вилкин слушать надо, интересно даже. Но Дины, думаю, больше по характеру сюда. И правда интегральник 20-ки так раскачал? Спрашивает Володик. Этот вопрос был в теме про CD-транспорт Teac PD505T. И я там рассказал, что полочные колонки DIN Audio Mi20 отлично сработались с интегральным усилитием Teac AX5005T. А также мощником AP505T. Да, там такая история получилась. Приехали к нам эти колонки, ну и я давай пробовать их со всеми близкими по параметру усилителями. Ну и Teac подключу больше для галочки. Вроде как тоже попробовал. А они как заиграли. Классное сочетание получилось. Усилители такие нейтральные, точные, иногда даже холодные. А EMI 20 наоборот объемные, обволакивающие, душевные. И вместе очень музыкально получилось. Причем DIN Audio непростые в раскачке, но тут все как надо вышло. Добрый день, являюсь вашим подписчиком на YouTube-канале. Также в пользовании имеется стереосистема Audiolab 8200A и Audiolab 8200CD. Media Player Logitech Squeezebox Touch, акустика Worfdale Jade 5. Сочетание моего усилителя с данной акустикой, наверное, спорно. Но слушаю в основном инструментальную музыку и звук меня устраивает. Данной системе уже более 10 лет. Сейчас так получилось, что система лишилась Audiolab 8200CD. Посмотрел на YouTube-канале, больше понравился ваш канал, обзоры современной техники Audiolab. В связи с чем, обращаюсь к вам за советом, как мне поступить. Акустика Worfdale Jade 5 остается в любом случае. А в качестве аудиокомпонентов рассматриваю либо Audiolab Omni, либо усилитель Audiolab 9000A, транспорт Audiolab 6000CDT, сетевой плеер Primary NP5, Prisma MK2. Что посоветуете, ограничиться омния или заморочиться на многокомпонентную систему? С уважением, Игорь. Да, колонки еще из прошлого десятилетия с современными компонентами мне не получится попробовать. Но бренды Worfdale и Audiolab принадлежат одному концерну, IG Group. Как и Mission и Castle, кстати. И там же компоненты внутри концерна, как правило, очень хорошо сочетаются. Ну так, как вариант, можно было бы рассмотреть набор аппаратур из симметричной серии. Усилитель, стример, CD-транспорт. Стример там очень хороший, кстати. Может, под это дело продавцы и скидку дадут, но тут я их кухню не особо знаю. А Omni – это такая интересная вещь. У нее большой запас потоку, и она любит хорошее питание. Ставишь сетевой кабель с проводниками 3х1,5 мм, вместо штатного 3х75 мм, и сразу чувствуешь прорез напора. Других, даже ростных усилителей не так слышно. У некоторых брендов вообще не слышно. А еще Omni может выдавать сюрпризы. У нас она раскачала на полнике Dinaudio Emmet 50, старший среди Emmet. Ну, думаю, тогда младшие 30-е вообще мощно зайдут. Они с ней вообще никак, от слова совсем. И в другом салоне были примеры, когда с одной моделью Omni просто прекрасно работала, а с другой, близкой по характеристикам, не очень. Я себе Omni домой взял. Уже вторая акустика с ней, и обе заранее примерял. Так что просто советую каким-то образом попробовать. Я встречал дилеров, которые дают аппаратуру на примерку под залог. Но тут не знаю, найдутся ли такие. И на сегодня хватит, пожалуй. Смотрите нас, подписывайтесь на канал Dzen, Telegram, ВКонтакте. И до новых встреч! Добавил субтитры Алексею Дубровскому!